он тебе ей про головная есть у них и другая артиллерия да есть и дроны которые можно издалека запускать ну кто бомбил донбасс откуда я знаю кто бомбил бомбил просто эти вопросы задаете под через три это вопросы не мы хотели бы просто что я что не вижу кто его бомбить откуда я знаю кто его бомбил если вы там были то вы должны были видите где-то ну на донбассе вы должны были виноват прилеты были бомбили 8 лет да именно где я жил нет запад вообще перестал стыняться военного противостояния с россией по большому счету теперь они уже говорят что не но мы сейчас точно победим и давайте дальше будем россии делить в казармах над писсуарами вешают фотографии контрактников которые отказались ехать в украину стыдно да стыдно а выходишь из казарма стоит одноногий красавец просит милостыню и ты думаешь от красавчик прославил гвардейское соединение вот она уважение в обществе все тебя ждут почетное место как думаете много желающих вот какие у россии достижения за 22 года украину захватили все крым завоевали херсон хорошо что это достижение да какие достижения строится москва россия еще ну как люди улыбаются ходят радуются жизни ацаки почему не в намордниках река с господина пж всем пацанком надеть намордники и радоваться люди улыбаются ходят радуются жизни подевай слушать и радуйся 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 исхожу из того что наша армия решит все стоящие перед ней задачи не на секунду в этом не сомневаюсь об этом говорит весь ход операции она идет просто по плану вот по графику все делается так как и запланировал генеральный штаб прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями белгородской области и других погораничных регионов хочу сказать благодарности за ваше мужество конечно первичная задача обеспечить безопасность здесь существуют разные способы они не простые но мы это сделаем строгом соответствии с графиком по плану видно что военная кампания идет не по плану что она вошла в самую невыгодную для нас до русских вообще форму затяжную форму мы прежде всего защищаем и русский мир которые действительно хотят разрушить против этого стоят такие силы воевали по-настоящему и голодали и из болота воду пили по четыре дня но чтобы не говорить голословно вот эта форма она укроповская и взяты в бою и берет взят в бою в общем тяжело нашим там ребятам если есть возможность можно доехать до шумиловской бригады принес принести хотя бы им воды бутылированный там 6 бутылок это будет настолько счастья ребятам наши ребята там разят гадину фашистскую это триумф русского оружия это триумф русской армии это возрождение россии вот чего взял что мы будем ядерный удар носить по украине нам там жить на украине чем нам бомбить украину или германию британия есть корень зла я напомню что великобритания тоже ядерная держава и у них тоже есть ядерное вооружение могу напомнить что у них 245 зарядов они будут моментально бескровольные мы посильнее в этом вопросе намного и конечно поддержка наших братьев проживающих в донбассе на украине сейчас за ними выбор и если в ходе прямого войли изъявления они выскажутся что хотят быть составе россии коллеги мы их поддержим мы ждем от них свободного воли заявления в этой студии кстати не первый год говорим про то что нет никаких украинцев что это русские люди даже само понятие украина не должно существовать в будущем и понятие украинец не должно существовать в будущем мы не требуем чтоб зеленский сдавался мы требуем дать приказ прекратить сопротивление есть какие-нибудь мысли о том сколько времени по вашему мнению осталось до того как российская империя рухнет и как может закончить путин если бы соединенные штаты и наши союзники действовали более решительно после того как россия вторглась в грузию в 2008 году если бы мы держались красной линии угрозы сирии применившие химическое оружие и если бы мы отреагировали более решительно после вторжения россии в крым в четырнадцатом году но запад практически ничего не сделал я имею ввиду ничего серьезного после этих трех вещей я думаю что в кремле наверное предполагали что мы больше не будем действовать что они смогут сделать то что хотят и мы бы не пытались остановить это или во всяком случае не пытались каким-либо значимым образом так что да в этом отношении мы могли бы сделать больше но решение российских сил кремля начать это их последнее наступление 24 февраля это конечно сто процентов ответственность кремля юрий я думаю кремль допустил четыре стратегических просчета во-первых они были уверены что у у них есть силовое преимущество превосходящие силы что они смогут отбросить украинские силы почти как в будапеште или в праге во времена холодной войны я думаю что это действительно было их ожидание и кстати я тоже переоценил возможности силы российской федерации я думал что они будут действовать намного лучше я был уверен что украинцы справиться но я не знал что русские войска будут настолько неподготовленными к этой войне как они это продемонстрировали но это был первый большой просчет второй просчет связан с тем что вы только что спросили кремль был уверен что они смогут изолировать украину от какой-либо поддержки третьих сторон что мы не будем на самом деле помогать что немцы не откажутся получать газ через северный поток 2 и включат его что мы не сможем ввести санкции и что мы действительно не будем держаться все вместе что мы не будем делать все вместе все так как это было сделано так что это был их просчет отчасти вызванный тем что в прошлом мы продемонстрировали что не будем всего этого делать третий просчет конечно же заключался в том что кремль думал тогда что они не только уничтожат украину как страну но даже идеи украины как страны которую они потом разорвут что альянс нато не смог бы держаться вместе страны начали бы от него отслаиваться типа мы тут ни при чем и наконец последний просчет заключался в том что их игра стоит любой боли они на самом деле не верили что мы сможем ввести санкции которые мы ввели и что завоевание украины стоит чего угодно чтобы не случилось итак четыре больших просчета по крайней мере два из этих четырех связаны с тем что в прошлом мы не действовали твердо и не дали понять что российская агрессия недопустима что делает украина на самом деле они защищают европу они защищают всех нас и поэтому в наших интересах чтобы они добились успеха чтобы они победили не имеет значения запускается ли ракета хаймар с украинским экипажем или американским экипажем запуск все равно достигает нужного эффекта но это также помогает нам юрий потому что все это нас разбудило вы должны понимать государство эстонское государство правительство не занимается с разбиранием в том какие россияне хорошие или плохие это это лично очень мало нас интересует мы занимаемся защите своей безопасности нас прежде всего интересует данный момент поддержка к украины ради того чтобы они выиграли эту войну но не только мы потому что дело простите что это так может быть прямо вам скажу но в мои поколения в политике в эстонской нету никакой веры больше в том что россия станет ближайшие десятилетия нормальной стороной нормальной соседей для эстонии в принципе мы заинтересованы в том чтобы вы проиграли эту войну мы хотим ослабить ваши военные возможности что-то делать на следующие десятилетия мы не хотим видеть вас чтобы вы восстанавливали свою экономику мы хотим наоборот чтобы и санкции которые ввели запад они уже начинают действовать мы видим что они уже влияют на способность воевать российской федерации они будут работать еще больше и больше мы откажемся от российской энергии нам абсолютно все равно вернуться в лифта или российские туристы или не вернуться в принципе то что сказал министр иностранных дел эстонии мы здесь не ждем то есть это совсем другая игра мы себя здесь чувствуем в принципе можно сравнивать как израиль который в какой-то момент видел себя в окружен просто арабскими странами которые хотели унистожать израиль потому что мы смотрим что делает ваша власть и мы слушаем внимательно читаем что говорить говорят не только путин на патрушев герасимов ваш медведев все вот эти ваши представители россии во имя которого они сейчас воюют убивают людей в украине вот это вот наша позиция саму публикацию скандального разговора писториус назвал провокацией путин как он выразился ведет коварную игру чтобы вбить клин между берлином и нато шахтные комплексы будут модернизировать а четыре французские апель уже готовятся к проведению пусков учебно то есть эмануэль делает вид что готов идти по банку а